Телеканал КРТ представляет На этот раз, комментируя решение немецкого конституционного суда, филантроп-стервятник в комментарии Daily Mail предрек конец Евросоюза из-за эпидемии коронавируса. На этот раз наш Агосфер дал своим последователям урок высшего либерального мастерства, заявив, что Евросоюз более уязвим, нежели Соединенные Штаты, цитата, поскольку основан на верховенстве права, а колеса правосудия движутся очень медленно, в то время как угрозы, такие как коронавирус, движутся очень быстро. Это становится проблемой для Евросоюза. Конец цитаты. Со своей стороны в защиту этого решения выступила Ангела Меркель. The Guardian в своей статье описывает весьма интересную ситуацию. Выдвиженко Меркель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен, заявила о возможных судебных последствиях для Берлина в случае вступления и имплементации решений конституционного суда ФРГ. Ну а канцлерин выступила в качестве миротворца. Издание отмечает, что это первый прецедент, когда суд национального государства поставил под вопрос решение европейского суда, чем спровоцировал угрозу для универсального применения европейского права. Ангела Меркель отметила, что спора с Брюсселем можно избежать, если АЦБ продемонстрирует необходимость своей программы по закупке гособлигаций, тем самым став на сторону Центробанка Германии. В сторону немецкого Центробанка приняло также популярное немецкое издание «De Welt». Издание со ссылками на ведущих экономистов пишет об испытании на прочность финансовой системы Евросоюза. Серьезной проблемой стал резкий рост государственных задолженностей из-за коронавируса. Европейский Центробанк пытается стабилизировать ситуацию через закупки гособлигаций, и благодаря этому страны-члены ЕС сейчас не испытывают финансовых проблем. Впрочем, деятельность ЕЦБ все чаще становится объектом критики, отмечает The Guardian. Однако, по словам главного экономиста Коммерцбанка Йорга Крамера, ЕЦБ все больше превращается в финансово-политического эксплуататора. Крамер считает, что своими действиями ЕЦБ снижает готовность стран к реформам, а также вносит вклад в создание опасных пузырей на рынках недвижимости. Главным же инструментом решения проблемы экономисты видят урезание долгов, в первую очередь итальянские. И в заключительной части нашей программы мы поделимся с вами курьезами. Как сообщает BBC, парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего президента Франции Валерии Жескар-де-Стена по обвинению в сексуальных домогательствах. Жалобу на экс-президента, которому сейчас 94 года, накатала немецкая журналистка Анна Катрин Штраке. Она утверждает, что Зескар-де-Стен обнимал ее за талию и несколько раз прикасался к ее ягодицам после интервью в 2018 году. И вот теперь парижские следователи, вместо того, чтобы завидовать экс-президенту, вынуждены расследовать. Что же касается адвокатов экс-президента, то согласно их заявлению, Жескар-де-Стен не помнит о таком инциденте, не знает о сути обвинений и рассматривает возможность подачи иска в связи с настолько низкими и оскорбительными нападками со стороны масс-медиа. Да, память она такая, дружбу с Брежневым в 40-летней давности помнит, а ягодицы журналистки нет. А тем временем в Соединенных Штатах республиканцы тестируют, как сексуальные скандалы, связанные с Джо Байденом, повлияют на его шансы стать президентом. Результаты одного из последних опросов, сделанных компанией HarrySex и проанализированных консервативным изданием The Hill, дали следующий результат. 77% зарегистрированных избирателей слышали об обвинениях в адрес Байдена со стороны Тары Рид. Серьезно следят за развитием сюжета 59% демократов и 66% республиканцев. Интересно, что мужчины более внимательно следят за развитием ситуации, нежели женщины. Согласно же интегральной усредненной оценке сайта RealClearPolitics, Байден пока сопережает Трампа на 4-5%. Но ведь еще не все помощницы написали на него заявы. Ну и в заключение об одном послесловии к Дню Победы, который по отношению к некоторым действует как святая вода на бесноватых. Украинский посол в Турции Андрей Сибиха, возмутившись, что в Аланье на День Победы во время предвижного концерта исполняли советскую песню «Катюша», оставил гневную запись в Твиттере. «Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Поддержка мэрии Аланьи, расистской провокационной акции, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Неужели украинский турист больше нежеланен в прекрасной Аланье?» Благодаря емкому турецкому языку сложное определение «интеллектуал Климкинского стандарта» можно заменить одним словом – «чатлак». Кстати, это дипломатическое недоразумение умудрилось подвесить к своему твиту соответствующее видео, чтобы больше людей смогли насладиться любимой «Катюшей». Да нет, турецким курортам нужны украинские туристы. Просто Турции не нужны такие украинские послы. Субтитры подогнал «Симон»!